Гостеприимный город для всех – это всероссийский социальный проект, направленный на повышение доступности инфраструктуры городов страны для маломобильных социальных групп и женщин с детьми. Так, 13 июля в Каспийской гимназии номер 7 под руководством Управления экономического развития и инвестиционной политики администрации города Амины Ибрагимовой прошло ознакомление с проектом. А после Каспийчане разбились на три команды, в составе которых были инвалиды-колясочники, воспитанники образовательных учреждений города и многие другие. Все три команды стартовали с площади имени Ленина по заранее выстроенным маршрутом. В ходе экскурсии кураторами команд выступили начальник отдела Управления культуры Каспийска Мурат Магомедов, начальник Управления экономического развития и инвестиционной политики Амина Ибрагимова и начальник отдела межведомственных взаимоотношений информационной безопасности Али Муртазалиев. Они, в свою очередь, рассказали командам об истории города. До этого Ленина 18 и Советская 17 строили в 40-е годы, строили его военнопленные немцы. И архитекторы были немцы, и строители были немцы. И изначально, если обратите внимание, видите, почти крест получился в форме. Потом, когда какое-то руководство наше пролетало на Каспийском и увидело вот эту, вот эту часть снижения. Все три команды отправились по разным маршрутам. Первая хватила несколько зон. Улицу Ленина, городской парк Халилова, Росгидра и Набережную. Вторая – администрацию Каспийска, улицу Хизроева и бульвар Абдулаева. А третья – улицы Ленина, Стальского и Советскую. Помимо достопримечательностей города проверили образовательные учреждения, спортивные школы, рестораны, магазины, памятники, объекты туристической направленности и многое другое. Который символизирует мать с цветом, ожидающая своих детей с военных действий, с Великой Отечественной войны. Памятник построен в 60-х годах. И, как видите, до сих пор у нас он реставрируется и встречает до сих пор города. Кроме того, командами была проверена доступная и комфортная среда муниципалитета для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам экскурсии было выявлено, что Каспийск готов для инвалидов-колясочников из общего перечня локаций. Не соответствует только несколько из них. Мы сегодня прошли по маршруту площадь Ленина, улица Халилова и улицы Лященко. И обратно же по улице Ленина возвращались на площадь. Вот такой круг сделали, ни одно место не было, у меня проблемы с доступной следой. Ну, я могу сказать сегодня, что у Ленина, у города Каспийска, центр города, инвалид-колясочник может гулять спокойно, сам, один, без посторонней помощи. Вот это была сегодняшняя программа и цель у нас. Очень интересный был наш сегодняшний поход. Особенно запомнились Топталовка на Советской, набережная и шахматная. По доступности очень даже все хорошо, но мы все прошли, как бы, да, есть доступ для инвалидов-колясочников. Целью проведения данной экскурсии является повышение доступности и качества городской среды, а также актуализация Яндекс-карты Каспийска, в которой участники оценивали объекты муниципалитета и дополняли ее фотографиями и комментариями. Город Каспийск принял участие в мероприятии, запланированном в ВБРФ, а также оси, направленные на определение маршрутов, определение то, как доступен город, его достопримечательности, объекты социальной направленности для жителей нашего города, для гостей. Экскурс в историю города позволил открыть новое и узнать интересное о городе даже мне спустя столько лет работы в администрации данного города. Участники трех команд поблагодарили организаторов за такую чудесную экскурсию, благодаря которой они многое узнали о своем родном городе. Мне понравилась очень государственная библиотека и стела, которая посвящена трудовой доблести. Что новое я узнал благодаря этой прогулке, то, что в Каспийске есть много разных памятников в честь пограничников и в честь Второй мировой войны. Узнал много о Каспийске. Также больше всего меня удивило то, что во всей республике набережная Каспийска самая длинная набережная. Мы только что с ребятами прошли по одному и спешему маршруту, оценили, как благоустроен город и как вообще выглядит со стороны. Хочу сказать, что город очень гостеприимный, очень приятные люди, очень красивые здания. Мы посетили несколько зданий, посетили в том числе коктейльную, которая была построена в 1968 году. Попробовали коктейль, коктейль был очень вкусный, нам все очень понравилось. В остальных зданиях тоже мы оценили, все очень красиво обустроено. Отметим, что проведем проект в рамках мероприятий, приуроченный ко дню семьи, любви и верности. Организованы мероприятия Государственной корпорации развития ВЭБ Российской Федерации, Комитетом Государственной думы по молодежной политике ОСИ и ВАРМСУ.